Партнер выпуска U-Maker. U-Maker это пространство, где в одном месте находится студия звукозаписи, студия записи радиоэфиров, лофт и школа диджеинга. Если вы хотите попасть на бесплатный мастер-класс по диджеингу, переходите по ссылке под видео. Сергей, слушай, вот такой вопрос. Я был на Video People сутки, да? Там мы с тобой познакомились, и знаешь, что я увидел? — Огромное количество YouTube-блогеров, там 100 тысяч подписчиков, полмиллиона подписчиков. И они слушают ребят из Google по поводу монетизации именно партнерки. Ну это так-то, если разобраться, такие относительные копейки. И с другой стороны, есть бизнесмены, которые покупают SEO, Яндекс.Директ по 100-200 долларов клик, когда они окна продают по 300 долларов. Почему действительно так много блогеров, но так мало общения с самим бизнесом? То есть идет монетизация только через Google? — Совершенно верно. Я считаю так, что что такое YouTube? YouTube — это в основном молодежь. Молодежь, школьники, все, что с этим связано. То есть я вот буквально недавно... — Но это сейчас молодежь, а не через 10 лет. — Правильно. И я об этом точно так же, когда начинал, я точно так же думал. И даже те, кто 3-4 года назад учились в школе, сейчас они уже поступили в институт, пишут сейчас мне. Я очень много таких разных фишек делал. Например, 2 года назад я снял ролик про ЕГЭ, в котором сказал, что, ребят, те, кто посмотрит этот ролик, сдадут его на отлично. Этот ролик оказался вирусный. Он на самом деле сейчас, уже 2 года прошло, он работает. То есть мне сейчас по этому ролику пишут. Вы знаете, мы посмотрели этот ролик, и мы сдали ЕГЭ. Понимаешь? То есть эта фишка школьников, она как бы спанула, да? Вот. И правильно ты говоришь насчет того, что нужно акцент делать уже на бизнес. К сожалению, аудитория вот YouTube, она как бы молодая. Те люди, которые там уже сталкиваются с тем, что нужно зарабатывать деньги, идут работать, им просто времени не хватает на YouTube. Поэтому по поводу монетизации, то, что ты вот предлагаешь, это реально круто. Но в основном вот школьники, они пытаются заработать деньги именно с просмотров. Хотя просмотры на самом деле дают очень мало денег. И вот буквально перед Video People я с менеджером своей партнерской программы смотрели аналитику Google и YouTube, вот конкретно по моему каналу. И пришли к такому мнению, я вообще сам не знал, потому что я особо-то и не знаю, куда там заходить, что открывать, какие окна там, да? У меня за тысячу просмотров на YouTube идет 3 доллара там 15 центов. Это очень много. Это очень много. Даже сами вот мои, кто вот в партнерке, они сказали, как это происходит. Это минимум 2-3 раза больше, чем в среднем. То есть, значит, те вот, например, каналы, она мне просто в примеры там приводила, другие каналы, у которых по 600, по 700 тысяч подписчиков, у них просмотры 0,6, 0,7 доллара за тысячу. То есть это говорит о том, что целевая аудитория, та, которая смотрит, она действительно вот платежеспособная. То есть это те люди, которые из тех роликов, которые я снимаю, вычленяют то, что им нужно. Там в жизни, в бизнесе, там, потому что у меня там тематика, каналы разные, там, и готовка еды, и татуировки, там, ну, много разных плейлистов есть. Слушай, Серега, нам много людей постоянно пишут, вот, открыть или не открыть канал, да, там такие вещи, то есть, расскажи, как твоя конкретно жизнь изменилась, то есть до открытия канала и после открытия канала, и что такое первые тысячи подписчиков? Ну, начну, начну, наверное, с конца, потому что тысячи подписчиков, это первый рубеж, который... Сложный, да? Он очень сложный, да. Я подтверждаю. И... Тысячи до десяти было проще расти, чем тысячи. Да, и его невозможно прогнозировать, то есть, то есть нельзя сказать, что ты его наберешь, там, первую тысячу, там, за неделю или за год. И многие вот на этом горят, тех людей, которые открывают свой канал. Они считают, что тысячи подписчиков, это вообще какая-то недостижимая, умопомрачительная цифра, да, которую достичь чуть, ну, как бы очень сложно. Но если ты ее проходишь, ты просто у тебя, это, знаешь, как второе дыхание, что ли, открывается. То есть ты понимаешь, что перед тобой открываются другие уже горизонты. У меня были этапы, так сказать, да, то есть первый этап в тысячу подписчиков я сделал примерно за, наверное, три дня. До этого у меня было на канале человек сто в течение года. Но я каналом не занимался. То есть у меня были ролики, были поездки, я просто, так сказать, ролики эти копил, потому что показывать реально зрителю было нечего. Но на каком-то этапе я просто понял, что уже есть, грубо говоря, там, роликов 30, которые бы я бы готов был показать. Вот. И я принял решение уже пиарить, так сказать, свой канал. То есть я принял решение уже выходить на YouTube с точки зрения помощи других блогеров. А получилось это тоже абсолютно случайно. Я не даже думал, что кто-то там, например, из более крупных блогеров смотрит мой канал. То есть им оказался Илюха Зверьёк, кстати. Вот. И он мне написал тогда там, типа, о, Сергей, привет, я смотрю твои видео из Черногории, мне очень нравится. Ну, он написал, написал. Я как-то вообще к этому отношению, ну, как бы не вникал, кто чего. А потом что-то раз я как бы шлепнул на его этот аватарчик и открываю его канал, Зверьё Нокио он тогда назывался. И на нём там 30 или 40 тысяч подписчиков. Я такой сижу, я как сейчас помню, и я так думаю, а у меня 100 человек подписчиков, а у него 40 тысяч. И я такой, как это может быть такое вообще? Как это может быть? Канал открыт у него гораздо позже, чем у меня. У меня 100 человек, а у него, соответственно, там до хрена. Вот. Я говорю, Илюха, как? Он говорит, сейчас, говорит, сделаем. И он сделал первый, кто человек меня поддержал, кто мне вот помог вообще. Это был Илюха. А первый нам помог Сергей Симонов, кстати. Илюха Зверьёна. А, Сергей или Илюха Зверьёна. Да, вот видишь так, как всё завернулось. И, в общем, он там выпустил ролик, и он просто подружескал, там, типа, вот Серёгу смотрю уже реально давно. И причём он разбирался в вопросе, то есть он как бы рассказал про видео, которое он посмотрел первый раз. Там, сделал на меня ссылку, показал ролик мой с экрана. То есть, ну, реально так пропиарил, так скажем, конкретно. Слушай, Сергей, я понял. Если представим сейчас, допустим, 20-летний парень, да, вместо того, чтобы там думать, на кой факультет он пойти, он реально начнёт вести канал в том, как бы по той тематике, в которой он прокачан, да, высокое разрешение имеет в этой теме. Вот что его ждёт через 10 лет, если он будет выкладывать один ролик в день? Можешь ли писать просто день его? Ну, его ждёт успех, я думаю. Единственное, конечно, многие каналы начинают вот то, с чего ты говоришь, да, с определённой тематики, а потом уходят от этой тематики и делают вообще совершенно другие вещи. И я не исключение. Да. Объясню. Вот у меня, например, на канале были разные, там, скажем, темы, и философские, в том числе, и обзоры машин, и всё остальное. И как мне показалось, то есть я правильную стратегию выбрал. Почему? Потому что зритель, который смотрит, например, каждый день обзоры машин, ну хрен его знает, ну это просто надоедает. Или каждый день он смотрит ролики про то, как что-то там, например, приготовить на, там, моей розовой кухне, или там ещё что-то такое, да, то есть и я сам от этого устаю, потому что я реально, я люблю готовить, но мне просто времени нет каждый день этим заниматься. И мне кажется, что удача и процветание канала именно в том, что зритель не знает, что будет завтра на твоём канале. Спонсор этого выпуска канал Максима Серебрянникова из ЕКБ. Это ребята, которые говорят, что выведут ваш бизнес на новый уровень. И они занимаются дизайном, дизайном лейдинг пейдж, производством лейдинг пейдж, визитками и всякими такими прочими штуками. Ребята божатся, что будут постить на ютубе все свои успехи, все свои неудачи прямо в роликах, переговоры и всё остальное. Вот, я думаю, интересно будет последить за судьбой мужчин, достойных мужчин из Екатеринбурга, поэтому ссылка на их канал в описании, подписывайтесь на канал. И также по промокоду по-братски, обратившись в их компанию, вы сможете получить абсолютно бесплатно дизайн визиток. Вот, а если дизайн визиток будет плохой, вы знаете, кому писать, например, мне. Вот, пишите ваши заявки на визитки прямо в комментариях к этому видео, а мы поехали. Длинно, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok